Библейский портал экзегет.ру представляет 41 глава книги пророка Исаии для библейского портала экзегет. Я читаю свои переводы и слегка их комментирую. Сороковая, которую мы прочли в прошлый раз, такой удивительный гимн. И меняется тема книги, до этого шла речь про Израиль и про иудею, которые будут наказаны, если не опокаются. Наказание пришло не от Осирии, как тогда опасались в 8 веке, но от Вавилона, следующей мировой империи того времени. Значительное число израильтян было уведено в плен. И вот уже в 6 веке, спустя полтора примерно столетия после тех событий, которые описаны в первых 39 главах, новый пророк, но в рамках той же книги и в рамках той же самой пророческой традиции, говорит о грядущем возвращении израильтян в свою собственную землю. Сороковая глава задает несколько тем, и следующие главы развивают последовательно каждую из них. Сороковая глава говорит о разнице между единым Богом и божествами, которые сделаны язычниками. Напомню, что Вавилон, где, собственно, проходил этот плен, где израильтяне и иудеи жили в изгнании, это один из крупнейших центров тогдашней цивилизации, но заодно и центры языческой религии. И сороковая глава о том, кто, собственно, определяет историю, единый Бог или вот эти божества, созданные руками людей. «Умолкните, передо мной острова. Пусть все народы воспрянут, пусть подойдут и заговорят, пусть вместе соберутся на суд». То есть Господь судил свой народ, но Он судит другие народы тоже. И в грядущем поражении Вавилона, а Вавилон действительно будет уничтожен силами персов и медян, ну, очередной, конечно, империи мировой, я говорю, но тогда мир был значительно меньше, ближнего, восточный, может быть, сказать точнее. И это тоже не будет случайностью, это тоже будет формой суда. Кто воздвиг на востоке победителя и призвал его следовать за собой? Кто предает ему народы, повергает пред ним царей? Ну, в данном случае это самое царство персов и медян, но это некая общая история. Кто, вообще-то говоря, повергает царей в прах перед какими-то новыми захватчиками и победителями? Чингисхан, если хотите, да, до которого еще много-много веков, пара тысячелетий. Ну, ведь тоже, наверное, не без воли Божьей. Мечом своим он перемалывает их в пыль, стрелами развеивает, как солому, гонит их и ступает спокойно по пути, по которому прежде не ходил. Вот этот самый победитель. Мы читали в 40-й главе, что Господь, ему надо приготовить путь, он возродит Израиль. А здесь какой-то победитель, кстати, не сказано, что он там супер благочестивый, особенно какой-то набожный. Вот просто некий победитель. Победитель, кто это все устроил? Кто сделал это? Кто сотворил? Кто от начала призывает за родом роды? То есть это была там Ассирийская империя, потом Вавилонская, потом будет Персидская. Кто это делает? Это само собой происходит? Это я, Господь, первым был и с последними буду я. Увидели его острова. Здесь все время острова, как какие-то дальние земли, которые отделены от материка и не очень понятно, как до них доплыть. Они все равно в это вовлечены, хотя даже отделены, казалось бы, морем. Увидели его острова и устрашились. Концы земли затрепетали. Приблизились, подошли. Каждый говорит другу или брату своему, крепись. Летейщик ободряет ювелира, а кузнец молотобойца, приговаривая спаяна крепко. А чего это ремесленники забеспокоились? Почему именно они, летейщик, ювелир, кузнец, молотобойц? Так это же люди, которые изготавливают идолов. И вот они в ситуации, когда их продукция, скажем так, под угрозой, когда этот самый завоеватель с Востока, возможно, уничтожит и Вавилонское царство, и их идолов, они одновременно страшатся, что, собственно говоря, пошатнется не просто их продукция, но их вера в то, что это божества. Что вот процесс по изготовлению всех этих священных статуй, он не просто прервется, но он окажется абсолютно бессмысленным, потому что они не способны ни на что повлиять. Хотя спаяна крепко. Хотя сделано это на совесть. В 40-й главе как раз говорилось, как они стараются это сделать все вот попрочнее, подолговечнее. «А ты, Израиль, мой слуга, Иаков, которого я избрал, потомство друга моего Авраама». Удивительные слова. Авраам — это друг, не просто верующий, но друг Бога. «Я собрал тебя с концов земли, призвал из дальних краев и сказал, ты мой слуга, я избрал тебя и не отвергну. Не бойся, ибо я с тобой, не страшись, ибо я твой Бог». Ну, как родители с маленьким ребенком. Вот, собственно, и разница. У тех спаяна крепко, ремесло, но не только же вот такое у производства идолов. Вообще вот люди любят спаять что-то крепко. Там экономику, политику, все прочее. Думают, все спаяно крепко, а потом бабах, что-то приходит и совершенно не крепко оказывается. А вот здесь ничего не спаяно. Здесь «не бойся, я с тобой». В общем-то, все, что Бог говорит людям. Но одновременно это значит, что если вы себя при этом ведете не так, как я от вас жду, то у вас тоже будут проблемы. Но самое главное, не бойся бы я с тобой, не страшись, ибо я твой Бог. Я придам тебе сил и помогу. Поддержит тебя праведная одесница моя. Постыдятся и посрамятся все, кто ярился на тебя. Обратятся в ничто, погибнут. Те, кто с тобой приопирался, станешь искать их и не найдешь. Кто враждовал с тобой, обратятся в ничто. Сгинут те, кто с тобой воевал. И снова, снова, потому что можно же в это не поверить. Я, Господь твой Бог, за руку тебя держу. Говорю тебе, не бойся, я тебе помогу. Не бойся, крохотный Яков, племя Израиля. Я помогаю тебе, пророчество Господа. То есть, крохотный, маленький, действительно, как с малышами. Но ведь, правда, маленький народ по сравнению с Ассирией, Египтом, Вавилонией, с этими великими империями. Но не в размере же дело. Дело в чем-то другом. И вот, оказывается, этот крохотный Яков, это такой малютка, которого за руку держит Бог. Я помогаю тебе, пророчество Господа, избавителя твоего святыни Израиля. Я сделаю тебя молотилом, новым, острым, со множеством зубьев. Молотило – это то, с помощью чего обмолачивали зерно, когда срезали колосья. Естественно, надо вылучить зерна из всего остального. Рассыпали эти срезанные колосья по площадке. Гумно это называлось. И по нему катали обычно, ну, это могли быть колеса, но чаще это была некая доска. Зубьями молотила. Животные это обычно делали. И вот Израиль становится, хотя он маленький, таким инструментом Бога. Для вылучивания зерен из шелухи. Для того, чтобы именно то, что ценно. Для того, чтобы вот то, что пойдет в рост, оно стало действительно таким отдельным от всего остального. От мекины, от шелухи, от того, что только на выброс. И Израиль, собственно, тот инструмент, с помощью которого это разделение происходит. Как и о этих языческих идолах сказано. Они хоть испаяны крепко, а окажутся в составе этой самой мекины. «Я сделаю тебя молотилом, острым, новым, со множеством зубьев. Ими ты в крошево размолотишь горы, сокрушишь холмы, как солому. Провеешь их, разнесет ветер, вихрь их развеет. А ты, возрадуешься о Господе, святыней Израиля, будешь хвалиться». Святыня Израиля, то есть то, что для него свято, как раз это говорится о Боге. Ну, еще образы, которые нам, может быть, не очень понятны. В нашем климате много воды, много растительности. Там воды мало, а поэтому и растительности не очень много. И вот дальше. «Бедные, нищие, ищут воды. Ее нет, пересох от жажды язык. Но я Господь им отвечу. Я, Бог Израиля, их не оставлю. С голых скал я пролью потоки, реками напою долину, пустыню в полноводное озеро обращу и ссохшую землю источниками орошу». Вот как раз то, что нам кажется, ну да, воды будет много, так у нас и так ее хоть залейся. А для них это, собственно, жизнь. И дальше очень конкретно, к чему это приведет. «Насажу я в пустыне кедры, акацию, мирты, оливу. Вместе будут расти в степи кипарис, платан и сосна, чтобы все увидели и узнали, вместе задумались и уразумели, что рука Господня сделала это, святой Бог Израиля это сотворил». Пустыня, она пуста, потому что воды не хватает, прежде всего. Почва как раз может быть подходящая для деревьев, по крайней мере, в некоторых местах, там, где есть оазисы в пустыне, там деревья растут, потому что есть вода. И вот, собственно, Израиль такой оазис. В пустыне язычество, в пустыне непонимания Бога, и вода как благодать, которая позволяет вырасти этим деревьям, конечно, оазис становится заметным и притягательным. Ну, а другие, что же про пустыню, которая вокруг? Ну, а вы представьте свои дела, приведите доказательства, говорит царь Иакова. Да, пусть идолы их представят, пусть объявят нам, что случилось, пусть расскажут, что бывало прежде, и тогда мы рассудим и узнаем, к чему это все привело. Или пусть расскажут нам о грядущем. Предреките, что случится потом, и мы узнаем, что вы боги. Или сделайте нечто доброе или худое, чтобы все мы с изумлением это узрели. То есть, вы считаете идолов богами. Отлично. Вот ваши боги, пусть эти боги нам объяснят, что было, предскажут, что будет, или сами сделают нечто в настоящем. Вот отличие идола от подлинного бога. Подлинный бог придает смысл историческим событиям. Он открывает то, что произойдет. Причем, как мы видим в пророческих книгах, это не просто предсказание в духе прогноза. Какая завтра погода? Сколько будет стоить доллар через месяц? Но это рождается в диалоге народов и бога, которые отвечают на их действия, придает им некое осмысление, наказывает или милует, или что-то еще делает. Но он творит, и он одновременно объясняет и формирует то, что произойдет завтра. Вы, говорит Саидолом, вы ничтожество, ничего не сотворили. Выбирать вас мерзость. Понятный приговор. А если это так, то, значит, появится некоторая сила, которая уничтожит уже и Вавилон. Тот, кого я на севере воздвиг, называется восток или север, ну, понятно, что, скажем так, Иран, она же Персия, это на восток от Вавилона, а нашествие в значительной степени с севера на Вавилон приходит. Ну, то есть, здесь же дело не в сторонах света, дело скорее в том, что мир, он осмыслен, структурирован, и нападение с той или иной стороны это не случайность. Тот, кого я на севере воздвиг, грядет с востока, приходит, призывая мое имя, попирая правителей, как грязь, как гончар топчит глину. Вот как раз событие, которое не вписывается в картину мира Вавилонин, но оно происходит. Кто издавна возвестил об этом, чтобы мы заранее узнали, чтобы потом согласились? Так и вышло. Нет, никто не сказал, не возвестил, ни от кого мы о таком не слыхали. Имеется в виду, вот среди этих идолов они не способны предсказать даже собственную гибель. Еще одно интересное отличие. Вся первая часть книги до 39 главы это предсказание катастрофы Израиля, за которое наверняка Исаию Иерусалимского не любили. Кто же любит, когда говорят, у нас тут творится полное безобразие, скоро все это рухнет. Но одновременно это подтверждение Божьего величия, когда все это произошло, когда рухнуло, то оказывается, что Господь-то об этом предупреждал. А идолы совершенно не предупреждали о том, что скоро Вавилон будет завоеван. Нет, никто не сказал, не возвестил, ни от кого мы о таком не слыхали. Это я, первый сказал Сион. Вот они, к Иерусалиму благого вестника послал. Уже это благой вестник, то есть весть о падении Вавилона и об окончании плена. Я смотрел, но не было никого, не нашлось среди них такого советника, чтобы я его спросил, а он ответил. Нет, все они лжецы. Ничего они не сотворили. Статуи их, пустой обман. Ну вот, 41-я глава была о том, как Господь отличается от идолов и почему мы знаем, что именно Он подлинный Бог. 42-я разовьет другую и довольно-таки новую, но очень важную для всей книги тему. Об этом мы обязательно тоже поговорим. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ